Отец Вадим Вопрос. Может ли человек искупить грехи другого человека? Например, Ксения Петербургская или, например, преподобный Габриэль Урчебаце, который, в частности, даже говорил такие слова «Меня возьми в жертву, а Грузию спаси». – Дорогие братья и сестры, спасибо за вопрос. Как раз по нашей теме. Искупитель у нас один – Господь наш Иисус Христос. – Еще в Ветхом Завете в Псалтире Давида говорится, что человек не искупит брата своего. Господь наш Иисус Христос в риторическом вопросе задает, какой выкуп даст человек за душу свою, если он весь мир приобретет и душе своей повредит. То есть нет такого действия со стороны человека, которое было бы искупительным. Чтобы стать искупителем за кого-то, за грехи кого-то, нужно быть самому абсолютно чистым, преисполнен благодатью, самому спастись и тогда уже помочь другому. Это теоретически, если рассуждать. Так вот, все это уже сделал Господь наш Иисус Христос. Он абсолютно чистый, святый, он понес наказание за наши грехи, и он является искупителем всего человеческого рода. То есть плодов искупительного подвига достаточно для спасения всех-всех-всех людей. Ну, понятно, что воспользуются им лишь те, кто полюбят Христа, будут жить по воле Божьей. Вот, так что в этом вопросе вот кроется вот такой сложный момент. Попытка перенести подвиг искупления с личности Христа на частных лиц. В богословске это некорректно. Но духовный подвиг, молитвенный подвиг за ближнего не только возможен, но и необходим. Давайте вспомним слова апостола Павла, который говорит в первом послании к Оринфянам. Говорит, что жена неверующая освящается мужем верующей, и муж неверующий освящается женой верующей. И так дети ваши святы. То есть что это значит в духовном плане? Это значит, что верующий человек в семье, он в какой-то степени становится мостиком между этим неверующим и Христом. И вот в той мере, насколько этот мостик любит Христа и любит этих членов своей семьи, вот через него благодать каким-то образом просачивается и к этим душам, еще может быть до конца непросвещенным. Конечно, этого недостаточно для спасения, но это может быть достаточно для обращения, для поворота к Богу. Но это уже не искупление. Вот это делание христианское, которому мы все призваны молиться за своих ближних, родственников, за друзей, знакомых, это не искупление. Это содействие спасению благодаря искупительному подвигу Господа нашего Иисуса Христа. Мы пользуемся его плодами. Вот. Я думаю, что и слова, которые вы здесь приводили, да, у святых, когда они молились о спасении своего народа, спасении своих ближних, о спасении людей всей земли, допустим, вы найдете такие слова в дневнике Силуана Афонского, вот, это не призыв стать искупителем всего человеческого рода, а именно посодействовать хоть как-то, чтобы благие дары искупительного подвига Христа стали достоянием, спасительным достоянием всех людей. Почему все святые стремятся пострадать? При каком условии намеренные страдания человеческие имеют религиозный смысл? Интересно, кого имел в виду автор этой записки? Какие святые стремятся постраданию? Это что-то как-то попахивает, конечно, очень подозрительно. Вот эта вот любовь к страданиям как таковым я не встречал ни у кого святых, я вам скажу. Нет такого, чтобы святые просто любили страдания сами по себе. Это уже, повторяю, что это уже предмет психологического анализа. Вот. Нет, есть другой момент, который с внешней стороны может показаться как некое такое спокойное, даже радостное перенесение страданий. Радостное перенесение страданий – это не значит, что люди к ним стремятся. Да, в жизни людей, особенно в жизни святых людей, им иногда попускается переносить очень тяжелые страдания, и они переносят его чрезвычайно достойно, без малейшей скорби на лице, и даже с радостью, с улыбкой на лице. Но ошибаются, очень ошибаются те, что думают, что страдания эти приносят для них радость, или они вообще для них бесчувственные, или что-либо еще подобное. Нет, просто святые понимают духовный смысл этих страданий, что благодаря этим страданиям они очищаются от грехов, например, или благодаря этим страданиям они получают благодать. Вспомните, как, допустим, хороший пример как раз к этому вопросу. Апостол Павел говорит, что «дано мне жало в плоть ангел сатаны, и трижды молил я Господа, чтобы он изъял его от меня, а Господь ответил мне, достаточно для тебя благодати моей, ибо сила моя в немощи совершается». То есть, и дальше апостол Павел продолжает, «и я буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне благодать Христова». То есть, ни в коем случае апостол Павел не радуется, что у него там ангел сатаны, там, что-то там в естестве творит, но он понимает духовный смысл, что есть ради чего терпеть это, и то, что я получу, гораздо важнее и ценнее тех страданий, которые меня досаждают. Вот когда человек этот смысл видит, он легко переносит страдания. Вот, и святые, о которых вы говорите, вот именно в таком состоянии и находились. А люди внешние, люди, ну, как бы сказать, неприобщенные к христианской мудрости, они, конечно, видят только вот этот страдательный аспект, видят улыбку на лице, ну, и думают, что это вообще на уровне психического отклонения. Вот, но это ошибка, повторяю. Также, собственно говоря, понимаются и аскетические подвиги, да, мы читаем во всяких потеряках о том, что этот отец там никогда не ложился спать, этот отец никогда там не умывался, этот отец там всегда проливал слезы. Но это было не просто вот страдание ради страданий, а они получали благодать, они чувствовали. Помните, как преподобный Серафим Саровский говорит, духовный прибыток, духовный рост, и поэтому это переносили. Если бы они этого не чувствовали, то однозначно они бы с этого пути сошли. Пожалуйста, Ваши вопросы. Вопрос к образу Христа, первосвященника. Почина Мелхиседека, Вы сегодня читали эту строчку. Мне вспоминается сам образ Мелхиседека, и когда к нему пришли, собственно, народ, я, простите, не помню всех деталей, но к ним написано, вышел превосвященник Мелхиседека, и это впервые упоминание, откуда, освященник какой церкви, при Салиме. Не был ли это сам Христос? Не пересекается ли это с образом Христа, царя? Потому что, если я правильно понимаю, в самом имени Мелхиседек, ну, как Мелхи, Мелах, может ли это быть царь, и Седек, как царь, праведник, получается, царь, праведник, не был ли это он сам? Спасибо. Это история описана в книге Бытия, когда Авраам возвращается после поражения царей с большой добычей, его встречает Мелхиседека, царь Салима, Салима, Иерусалима, будущий Иерусалима, города мира. И Авраам дает ему десятину от всей своей добычи. Он в нем признает духовное лицо, а тот ему дает в ответ хлеб и вино, как символ будущей Евхаристии. Но в святоотической традиции однозначно говорится, что этот Мелхиседек Ветхозаветный есть прообраз Иисуса Христа. Прообраз. Ни в коем случае не сам Христос. Вы знаете, этот вопрос на самом деле возникал достаточно часто в христианской истории. Я припоминаю, в Древнем Патерике есть даже такой случай. Однажды к преподобному Антонию Великому пришли монахи и как раз задали вот этот вопрос. Был ли Мелхиседек прообразом Иисуса Христа или же самим Иисусом Христом? Точно-точно то, что вы спросили. Преподобный Антоний, конечно, в отличие от нас немощных, он поступил просто. Он говорит, хорошо, приходите, я вам отвечу завтра. Монахи притаились и решили понаблюдать, что он будет делать. Преподобный Антоний побыл немножко в Килле, потом пошел за холм и стал молиться. Монахи за ним пошли. И ему явился Мелхиседек. И говорил преподобному Антонию. И они даже слышали, как говорится в Древнем Патерике, эти слова, но понять их не могли. То есть вот Антонию это было открыто, а им нет. Потом Антоний вернулся, они, конечно же, как бы утаились. И он говорит, что Мелхиседек был правообразным Христа, но он не был Христом. Вот отличие истинного богословия от богословия второго сорта, которым мы сейчас пользуемся. Вопрос есть, сразу обратились к Мелхиседеку. И он ответил. Но для этого у нас соответствующий уровень святости. Спасибо. Вопрос по записке. В иконографии есть изображение Христа, как держащего на своих плечах ягненка. Что означает этот образ, в чем его символизм? Ну, это, конечно, замечательный образ, очень древний. Если вы изучаете историю иконографии, то вы узнаете, что в римской катакомбе, где находятся первые-первые христианские изображения, то среди вот этих первых изображений как раз-то есть вот образ Христа, пастыря, держащего на плечах свою овечку. Этот образ евангельский. Он сам о себе говорит. «Аз есм, пастырь добрый!» И пастырь добрый знает о вес своих. А кроме того, в этом образе еще отражена притча о заблудшей овце. Как будто это заблудшая овца, а именно наше все человечество, он возложил на свои плечи и принес в свой мир свое царство. Так что у этого образа совершенно конкретно евангельское основание и очень древняя христианская традиция изображения. Расскажите, пожалуйста, об образе Христа, Бога Сына, как ангела. Этот образ, скажем так, нераспространенный, хотя можно найти. То есть во Ветхом Завете Христос называется ангелом Завета Вечного. Есть такое именование. Дальше, когда в купине Моисею является Господь Бог, на время называется ангелом. И по толкованию блаженного Феодорита Киевского, здесь вот идея ангела, она относится именно к Иисусу Христу. Ангел ведь вестник, Христос – это Слово Божие, тот, кто возвещает. И поэтому здесь вот идея вести и Слово Божие, они как бы пересекаются, входят в единство, в гармоническое единство. Так что такие примеры мы можем найти в Ветхом Завете. В Новом Завете они не распространены, чтобы не было наложений на реальность ангельского мира. Я должен сказать, что святоотеческая традиция, я особо его не встречаю, он не распространен. Вот в силу того, что может создаться иллюзия, что Христос просто ангел. Опасно его вот как бы так раскрывать. Есть очень краткий вопрос, возможно, требующий не очень краткий ответ. Сопоставьте, пожалуйста, православное учение об искуплении с католическим и протестантским. Да, нетривиально, да? Ну, на самом деле, он полностью соответствует теме нашей лекции, друзья. Я просто не успел это все, а должен на самом деле. Все правильно, вопрос правильно, спасибо вам, друзья. Вот, ну, попытаюсь максимально. Католическое учение, оно основано на разработке богословной Ансельма Кентерберийского. Живший в конце 11-го, начале 12-го века. Он написал очень известный трактат «Кур деус хомо» «Почему Бог стал человеком». И там разработал очень интересную концепцию, именно теорию, рациональную конструкцию, в рамках которой все очень логично сходилось. То есть все великие тайны Божьи как бы смыкались в одно целое. По сути, на самом деле, достаточно проста, попытаюсь ее вам изъяснить. Есть Бог, Бог Троица. Все блаженные, всемогущие, любящие, премудрые, справедливые, праведные. Полнота всех качеств. Он творит человека, дает ему благой мир. Но человек нарушает заповедь Божью и своим поступком, вот здесь уже оригинальность Ансельма, оскорбляет Бога и наносит ему, как бы сказать, ну не то чтобы рану, рана это слишком грубо, но оскорбляет его честь. Так формулирует Ансельм Кентерберийский. И после этого момента Бог разгневан на человечество за то, что оно отвергло своего Создателя, любящего Отца. Понятно, что всякая характеристика, относимая к Богу, безмерно велика. Если он разгневался, то безмерный его гнев. Но проблему-то как-то надо решить, и он изобретает великий, удивительный способ, в котором одновременно присутствует и премудрость, и могущество, и любовь Божия. А именно, посылает Сына Своего Единородного на землю, который становится человеком, и принимает на себя наказание за грехи мира, и тем самым становится безмерно великой жертвой, которая удовлетворяет безмерно великий гнев Бога. Происходит как бы взаимное удовлетворение. Безмерной жертвой – безмерное оскорбление Бога. И Бог как бы умиротворяется. Отец умиротворяется, больше не гневается на человечество, оно прощено, ну и как бы может начинаться новая жизнь. Вот такая в общих чертах конструкция. С точки зрения логики она безупречная. Здесь действительно все сходится. И любовь проявилась, потому что Бог посылает не человека какого-то, а своего Сына. И премудрость, и могущество, и человек действительно спасается. Но есть в этой теории масса затруднений. Во-первых, она, мягко говоря, не соответствует по духу Евангелию. Вот Бог не является таким безмерно разгневанным существом. Нигде Он таким не является. Мы сегодня уже об этом говорили. Еще до того, как человечество хоть как-то покаялось перед Богом, Он уже посылает Сына Своего в мир. Это не могло случиться, если бы Он безмерно на Него гневался. Более того, в рамках этой концепции получается, что от момента грехопадения до момента искупления Бог находился в каком-то немирном состоянии. Что вообще-то в отношении Бога мыслить непозволительно. Ну и по духу. По духу эта концепция, она, конечно же, входит в противоречие с евангельским понятием о Боге как любви. Поэтому, конечно, и развитие этой идеи, которое получило в католицизме, на Триденском соборе, в общем-то, привело к тому, что духовная жизнь стала восприниматься формально, как выстраивание каких-то правовых отношений с Богом. В этом есть недостаток. Но я не скажу ни в коем случае, что это ересь. Друзья, почему? На этот вопрос очень хорошо отвечает Владимир Николаевич Лоскин. Он говорит, что ошибка Ансельма Кентерберийского заключалась в том, что он абсолютизировал один из святоотеческих образов, образ Христа как Агнца Божия, один из тех, которые мы сегодня рассматривали. Довел его до какой-то кристальной рациональной чистоты, а все остальные смыслы игнорировал. И тем самым, как бы сказать, сделал бесплодным, обесценил значительную часть божественной истины святоотеческого учения. И поэтому получилась у него такая извращенная картина. Ошибка его именно заключилась в том, что он от языка, притч и образов перешел в сферу теоретизирования. То, с чего мы сегодня начали наши рассуждения. Теории в этом вопросе не строятся. Здесь только язык, притч и метафора. А он построил теорию. И надо признать, что поначалу, как бы сказать, эта концепция шла триумфально, а в наши дни даже католики, многие, они с крайней осторожностью относятся к этим высказываниям, и, в общем-то, не считают, что концепция Ансельма является безупречно верной. Это с одной стороны. С другой стороны, есть взгляд протестантов, которые, конечно же, тоже разнятся между собой, друзья. Здесь разговор еще сложнее. Они попытались противопоставить, и в их сатириологических концепциях Христос получается не искупителем, а проповедником, евангелистом. Ну, так как они любят проповедовать, это хорошо. Но и Христа они тоже представили в виде проповедника. Он прежде всего морализатор, он действует через свой личный пример, он впечатляет своими страданиями, своим учением, своим любовью народ, он через это психологическое воздействие преображает мир. И вот этот психологизм протестантской сатириологии, он является, конечно, контрастом по отношению к католическому учению. В чем здесь ошибка? Ошибка здесь та же самая, на самом деле, методологическая, что и у Ансельма. Они взяли другой святоотеческий образ, образ Христа как пророка, Христа как благовестника, который мы сегодня, к сожалению, за нехватки времени не рассматривали, и тоже довели его до какой-то рациональной чистоты. Он получился таким вот психологическим примером для человечества. И свели весь смысл христианского подвига, весь смысл подвига Христа, только лишь или в основном к этим аспектам его служения. И опять-таки его сделали ущербным. Таким образом, как бы сказать, и в одном случае, и в другом допущена методологическая ошибка. И я вас предупреждаю, постарайтесь увидеть смысл во всех образах, которые здесь есть. Понять, что все они по-своему правильные, не противоречат друг другу. Более того, вы их можете и должны использовать, исходя из контекста той ситуации, где вы находитесь. Вот вы беседуете с человеком, ну не знаю, можно сейчас найти пастуха, вы ему Христос как агнец Божий расскажете, ему все будет понятно. Беседуйте с каким-нибудь там, я не знаю, священнослужителем Христос, как первого священника. Беседуйте, хотя я не думаю, священнослужителям нужно объяснять эту тему. Ну, мало ли, другим священнослужителям. Допустим, я не знаю, каким-нибудь там языческим жрецом, шаманом. Вы ему образ Христа, как первого священника. когда с каким-нибудь медиком беседуете, можете образ Христа как нового Адама. Там вот с естеством, объяснение через естество, там очень многие такие есть аналогии. И так далее. То есть это все очень конструктивные, красивые идеи, если их не превратить в какие-то рациональные конструкты. Они все работают. Ну а так вообще очень много есть еще нюансов, которых я не упомянул, но, к сожалению, у нас на обсуждениях нет времени. Отец Вадим, добрый вечер. Радостно видеть вас снова с нами. Подскажите, пожалуйста, вы и другие лекторы многократно упоминали, что после грехопадения человек стал рабом дьявола. Вот в книге «Бытия» об этом не написано. Откуда это? Ну, давайте разбираться. В книге «Бытия», конечно, об этом не написано с той точки зрения, что… как бы вот с формальной точки зрения, да. Но ведь для нас священные писания не сводятся только к книге «Бытия», да. Мы же воспринимаем его целостно, во всем объеме. Дело в том, что человек не является духовно нейтральным существом. Мы как бы погружены в этот мир духовных отношений и всегда находимся в связи с кем-то. И если мы отторгнуты от Бога, а то, что мы отторгнуты от Бога, это как бы ясно, засвидетельственно, да. Бог изгоняет нас, ну, нас, наших прародителей, из рая в этот мир. Более того, ставит огненного херувима у входа в рай, не пускающего нас к себе, то, конечно же, вот, значит, что мы уже поспали в другую сферу, вот, в другую сферу владычества. Это если опираться просто на книгу «Бытия». Ну, а если же все-таки взять Священное Писание в более широком контексте, то там, конечно, такие свидетельства есть. Вот, допустим, апостол, сам Господь Иисус Христос говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Смотрите, князь мира – это тот, кто правит, тот, кто имеет власть, тот, у кого все остальные являются подчиненными. Значит, мы это ему подчиненные. Только Христос ему не подчинен. Он не имеет ничего. Или, допустим, апостол Павел говорит, наша брань не против плоти и крови, но против князей воздушных, злобы поднебесной. Сейчас я немножко тут слова, порядок слов не соблю, но смысл именно такой, да? То есть мы ведем брань с дьяволом, вот, потому что это его сфера владычества, и мы здесь сейчас находимся. Или в первом послании евангелиста Иоанна говорится, для того-то и пришел Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Вот. А какие дела дьявола? Соблазнил человека, и теперь над ним владычествует. Так что, конечно, вот повторяю, если ограничиться себя, то там можно сознать проблему. А если все-таки шире смотреть, то вопросы-то решаются. Спасибо. Вопросы о первородном грехе. Мы избавляемся от него в святом крещении. Пресвятая Богородица была избавлена от него в уме зачатия. А как были избавлены от него праведники Ветхого Завета? Так, так, так. Давайте расставим правильный акцент. Автор записки пишет о том, что Пресвятая Богородица была избавлена от первородного греха в уме зачатия. И вопрос, как были избавлены от первородного греха праведники Ветхого Завета. Давайте расставим правильный акцент. Да, действительно, христиане избавляются от личного греха, от первородного греха, от таинства крещения. О таинстве крещения и других таинствах у нас еще будет специальная лекция. Я пока тему эту подробно раскрывать не буду. Но дальше вот фраза, конечно, смутила и я, царе, и меня, то, что Пресвятая Богородица избавилась в момент зачатия. Какое зачатие в данном случае имеется в виду? Если зачать ее самой от Иоакима и Анны, то, конечно, это прямое католическое учение. Ни в коем случае так мыслить нельзя. Пресвятая Дева была причастна к первородному греху. И поэтому в беседе с Елизаветой она так и говорит, возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем. То есть она исповедует Бога своим спасителем. Так что опровержение этого католического заблуждения мы имеем в самом Евангелии. Другое дело, что, может быть, автор записки имел в виду зачатие, в смысле, благовещение Господа Иисуса Христа. Вот здесь вопрос сложнее. Здесь богословский вопрос сложнее. Здесь есть некоторые разномыслия. Но все-таки полнота освобождения от первородного наследия происходит в День Пятидесятницы. День Пятидесятницы. А то, что касается праведников Ветхого Завета, то здесь однозначно никто из них не был избавлен от первородного греха. Поэтому они все исходили своими душами в ад. Даже праведники. Но праведники были избавлены оттуда после воскресения Господа Иисуса Христа из мертвых. Благодаря Его воскресению из мертвых. А как каждый человек в таинствах исповеди и причащения может пережить тайну искупления? Наверное, почувствовать. Да, наверное, почувствовать. Конечно, тайна искупления, мы вам сегодня говорили, друзья, она велика. И, в общем-то, в церковных таинствах мы пользуемся плодами искупительного подвига Господа нашего Иисуса Христа. Пережить глубину, как бы сказать, целостно. Ну, едва ли это возможно. Сегодня я вам уже цитировал апостола Петра, который говорит, что это тайна, в которую желают проникнуть ангелы. Так что она недоступна в человеческом сознании в полной мере. Но приобщиться, пережить в какой-то степени, да, можно. Смотрите, в таинстве исповеди мы получаем прощение грехов. Это плоды искупительного подвига Господа Иисуса Христа. Если бы Он не пострадал за наши грехи, просто так нам бы грехи никто не простил. За каждый грех мы должны были выстрадать соответствующее, не знаю, нечто в своей жизни. А так над нами читают разрешительную молитву. И Господь нам прощает. В таинстве Евхаристии, да, мы приобщаемся к Божеству Христову через Его тело и кровь. Об этом мы еще будем с вами говорить. И это тоже плоды искупительного подвига. В каком-то смысле таинство Евхаристии в определенном смысле является продолжением голговской жертвы. Потому что плоды становятся нашим личным достоянием. И через это продолжение голговской жертвы мы становимся как бы и соучастниками. Но не в том смысле, что мы принимаем участие в искуплении, а именно обоживаемся, преображаемся под воздействием святых даров. Об этом у нас еще будет разговор на одной из следующих лекций. Нужны ли в молитве к Богу весомые аргументы? Весомые аргументы? Ну, смотря что понимать под весомыми аргументами. Да, вот если под весомыми аргументами вы понимаете какие-то логические построения, да, вот богословские концепции, то, конечно, не нужны. Друзья, вот то, что мы сейчас с вами занимаемся, это некие костыли для людей, отягощенных образованием. А вообще для людей простых-то этого вообще не нужно. То есть это вот как бы мы начинали наши, собственно, лекции с того, что формулируешь, догматическое богословие преследует две цели. Во-первых, сориентировать человека на пути к Богу, чтобы он не ошибся, да, стремясь к Богу, не оказался в лапах дьявола. А вторая цель — это отсечь ложные интерпретации, ереси, заблуждению. И все. Собственно говоря, для полноты жизни с Богом необходимо просто некое внутреннее согласие с православным вероучением и с поведуемым церковью. Это, как говорится, одна сторона. Другое дело, что под этими весомыми аргументами можно понять нечто иное. Допустим, глубокое покаяние. Это аргумент, друзья, только это духовный аргумент, да, или любовь, или стремление жить по заповедям Божьим. Это аргумент. Вот если вы такие аргументы Богу предъявите, он не имеет права отказаться от ваших просьб. Понимаете? Это аргумент, я вам скажу. Но это другого порядка аргумент. Если вы их освоите, то вы будете ходить, восходить по духовным ступеням всеми мельными шагами. Дай Бог вам сил. А вот как ребенку объяснить тайное искупление? Особенно, когда он спрашивает, за что распяли Христа? Ну, во-первых, надо говорить честно. Вот не надо слишком сюсюкаться. И надо сказать честно, он распят за наши грехи. Вот. Потому что за каждое преступление, за каждый плохой поступок человек должен страдать. Человек страдает. И чтобы мы не страдали, он нас так любит. Он все страдания взял на себя. Вот. Но ты же не хочешь, чтобы Христос страдал еще. Поэтому больше не греши. Старайся не грешить, не причинять ему боль. А можешь причинить ему радость, если будешь жить по воле Божией, если будешь с ним разговаривать. Вот. Я думаю, что идею, то, что Христос пострадал за грехи наши, ключевую христиологическую, сатирологическую идею нужно формулировать всем. Другое дело, что надо помочь человеку правильно ее понять, чтобы это не получилось что-то там по типу концепции Ансельма Кендривейского. Вот. Или протестантского психологизма. Не знаю. Мне приходится в школах беседовать, в том числе, на эту тему. И на самом деле больших затруднений не возникает. Дети прекрасно сознают закон нравственной ответственности. Да. Тем более, если родители так более-менее адекватно строгие. Вот. Они четко понимают, да, за каждое, так сказать, плохой поступок, да, следует некое такое страдание, наказание. Так что им это как раз-то все понятно. Это современным людям, таким вот очень образованным, бывает сложно понять. Вот с ним объяснить гораздо сложнее, чем детям. Есть вопросы зала, пожалуйста. Добрый вечер. Я бы хотел вернуться к одному из последних образов Христа про хитрость. Божественная премудрость. Да, божественная премудрость, божественная хитрость. Я вот что хотел спросить. Вот вы говорили о том, что дьявол не смог понять, не смог понять о том, что Христос — это Бог, потому что он не имел любви, то есть не обладал такими нравственными качествами. Я бы хотел немножко, может быть, даже богохульный вопрос задать. А вот если с точки зрения Христа, вот предположить, что Христос обманул, ну, или обхитрил дьявола, то есть насколько нравственным, что ли, и будет являться тогда этот его поступок, то есть как Бог, и немножко так жульничал, что ли, ну, вот в этом плане. И второй вопрос, если позволите, вот по поводу спасения и вывода, как бы, душ из ада. Вот было изображение здесь в перерыве о том, что Христос вывел из ада праведников. Вот мой вопрос. Он вывел праведников, те, которые уже умерли праведниками, или тех праведников, которые стали в аду, потому что там где-то написано, по-моему, в Библии, что Христос, когда спустился в ад, еще и проповедовал. То есть были ли спасены, были ли спасены, как бы, те, которые уже были праведными, или к ним добавились еще те, которые там стали праведными в аду? Спасибо. Ну, давайте сначала начнем с образа Христа, как божественной премудрости. В отношении Бога нет ничего, как бы, неправедного в том, что Он прикрыл свое величие смирением. Он не обманул нигде, ни в чем дьявола. Конечно, Бог понимал, что дьявол не догадается. Но это не было обманом. Если я не знаю, что находится в вашем кармане, это не значит, что вы меня обманываете. Ну, просто вот я не знаю, и все. Да и не надо мне знать, что у вас там в кармане. Ну, понимаете, невидение не является обманом. И когда Бог приходит в мир, Он ни разу не говорит, я только человек. Или там никогда, Он никогда не говорит, что Он не причастен к Божеству, или что-то любоподобное. Христос приходит в мир под покровом Его уничижения, вот, так сказать, находится Его Божество, и Он его не проявляет для своей самозащиты, что было бы казалось естественным в логике дьявола. И таким образом оказывается непроявленным. Со стороны Бога здесь никакой лжи нет. Ни даже в малейшей степени. Это то, что касается первого вашего вопроса. А второй вопрос касался справедников Ветхого Завета. Ну, скажем так, что, конечно, согласно православному учению, из ада выведены только праведники Ветхого Завета. Те, кто здесь, на земле, засвидетельствовали свою верность Богу и верой, и добрыми делами. Они как бы своими делами приближали пришествие Мессии, и это стало основанием для их освобождения из этих темниц преисподней земли. У апостола Петра есть, да, высказывание о том, что он, сойдя, находясь там душем, проповедовал. Но вот эта проповедь нельзя понимать в таком виде буквально, как он якобы мог быть делал на земле, что он приходил, уговаривал его, давайте, поверуйте, покайтесь. Там уже нет покаяния. Преподобный Адамаскин говорит о том, что его проповедь застояла в том, что он засвидетельствовал им об исполнении их ожиданий, их чаяний. Вот. С одной стороны, а с другой стороны, стал обличением неверия и греховной жизни для тех, кто жили небогоугодно. Так что, это не была проповедь в том виде, как она нам представлена здесь на земле в Евангелии. И, соответственно, были выведены оттуда вот только праведники. Но при этом, конечно, надо иметь в виду, что выведены были праведники не только народа иудейского, но, может быть, и других народов. Допустим, Иов праведный, о котором мы упоминали уже сегодня, и вы наверняка много говорили на занятии по библейской истории, он был идумениным. То есть, он не был из рода Авраама. Наверняка были какие-то другие праведники Ветхого Завета, допустим, волхвы. Наверняка они скончались до того, как Христос пострадал на кресте. И они выведены из преисподней земли. Но не выведены из преисподней земли Ирод, убивший вифлеенских мадеенцев. Не выведены из преисподней земли Иуда, который предал Христа. Не выведены из преисподней земли Антиохи, Епифан, прославившийся жестокостью. И многие другие люди, которые не только не приближали Бога, но и всячески отдаляли Его пришествие и своей богомерской жизнью, поступками, делами. Ну что ж, спасибо. Мы исчерпали наш лимит времени, хотя осталось несколько записок, но они во многом касаются следующей темы по догматическому богословию. Благодарим слушателей и лектора. Субтитры создавал DimaTorzok